Приветствую вас. Основной вопрос заключается в том, что вас задевает то, что люди изменили вам свое мнение. Вот основная история в этом в том, что вас это задевает. То есть, другими словами, вам больно. Больно. Боль – это нормально. Потому что, ну, жили вы определенным образом какое-то время. И вам было, в принципе, хорошо. Потом вы решили изменить свою жизнь. Вы выделились. Люди не любят, когда выделяются. Люди не любят, когда на их фоне выделяются другие. Это неприятно. И, соответственно, ситуация, она такая. И вы просто, вероятно, оказались не подготовлены, что будет такая реакция. Это цена, это плата за изменение своей жизни, за продвижение своих целей, за реализацию своих ценностей, своих идеалов. И, по сути, вы сейчас переживаете обновление своего окружения. Потому что вы сами стали другой. Вы изменились, люди оказались вас не готовы принять. Это нормально. Да, эти люди не друзья вам. Да. Потому что друзья приняли бы вас. Я не думаю, что вы изменились прямо радикально. Но то, что вы перестали есть мясо. То, что вы озаботились здоровьем. В этом все очень здорово. Да. Но я не думаю, что карбинально вы изменились. То есть, опять же, если вы не натаживаете свою позицию, если вы не пропагандируете ее, а просто делитесь своими какими-то впечатлениями, своими эмоциями и своим опытом, то вы делаете более чем адекватные вещи. Но другие люди реагируют, потому что им неприятно, что вы выделились из их круга и на вашем фоне они теперь выглядят по-другому. Это неприятно. Вот. Вы переживаете естественный такой социальный процесс. Вопрос в том, какие ваши проблемы этот социальный процесс скроет. Если вы чувствуете боль, то боль от чего? От того, что вы занимаетесь, например, правильностью того, что вы делаете. Или вам больно от того, как люди о вас отрываются. Или еще почему-то вам больно. Вот. Вот причины, по которым вам больно, нужно разобрать. И вам просто будет легче идти дальше. Ну а со временем, я думаю, что вы найдете людей, которые примут вас, вас такую, какая вы есть. Вот. И это будут друзья еще более крепкие, еще более близкие, чем те, которые у вас были до этого. Там еще до этого, я так предполагаю, у вас были друзья либо с детства, либо с университетской скамьи. То есть это люди, с которыми вас объединял, ну какой-то вот такой период бурного развития. Это, конечно, очень хорошо, но далеко не всегда люди, пройдя этот период, остаются друзьями, к сожалению, бывают такие вот истории, как у вас. Еще раз повторю, здесь внимание важно не то, как вы реагируете, здесь важно то, что вы чувствуете и какие переживания у вас есть. И важно, чтобы вы максимально беспредболельно для себя пережили этот период, непростой период в вашей жизни. Вот. Возможно, вам понадобится поддержка, возможно, вам понадобится работа с психологом. Вот. Очень важно идти не по пути обесценивания людей. То есть вот, что они там никогда не были друзьями, что они мне завидуют и то, что-то еще. А очень важно именно работать за собой, за своими чувствами. Что меня задевает, чего мне не хватает, как я могу это удовлетворить, как я могу это реализовать. Что для меня значит то, что люди поливают меня грязью. Что для меня это означает, как меня это задевает, какие, какие чувства меня это вызывает, почему, почему. Вот на эти вопросы вам необходимо ответить. И в этом поможет психолог. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Всем пока. ette